Всем привет! И сегодня у нас на обзоре супербюджетные Bluetooth наушники из Китая, модель XT11. Стоимость наушников, включая доставку, находится в пределах 500 рублей. Естественно, за такую стоимость ожидать чудес от наушников не приходится. Но все же, данным обзором я хотел показать, что следует ожидать от наушников за такую стоимость. Ну что же, начнем наш обзор! Итак, наушники поставляются вот в таком бюджетном пакетике. Внутри имеется инструкция на китайском и английском языках, microUSB кабель для зарядки, две пары сменных амбушюр, ну и, конечно же, сами Bluetooth наушники. Начнем с инструкции. Сразу бросается в глаза, что текст написан очень мелким шрифтом, наверное, для экономии. По содержанию все довольно понятно и с минимальным знанием английского можно легко разобраться. Сменные амбушюры. Так как у людей разные по форме и размеру уши, то обычно в комплект кладут амбушюры разного размера. Здесь, как мы видим, амбушюры одинаковые, и при необходимости покупателю придется докупать их самостоятельно. Вот, к примеру, комплект амбушюр наушников Mi In Air Headphones Pro. MicroUSB кабель. В целом обычный кабель, разве что немного грубоват пластик, но это скорее придирки. Наконец, сами наушники. Вначале хочется сказать несколько слов о конструкции. Два наушника соединены между собой проводом и ближе к правому уху имеется пульт с аккумулятором. Когда наушники располагаются на шее, пульт болтается с правой стороны, создавая давление на провод левого наушника. Это заставляет определенные неудобства при ношении наушников, а также может стать причиной преждевременного выхода из строя и без того не очень надежного на вид провода гарнитуры. Пульт. По весу не сказать, что тяжелый, но имеет крупные габариты. Выполнен из пластика. На борту имеются три кнопки управления, а также порт для зарядки. Ни о какой влагозащите речи не идет. Порт зарядки не защищен заглушкой. Через щели вокруг кнопок видна печатная плата устройства. Что касается встроенного аккумулятора гарнитуры, то он имеет емкость 53 мАч, а время его работы при прослушивании аудиокниг на средней громкости составляет примерно 3 часа. Кнопки на пульте выполняют стандартный функционал. Включение, выключение гарнитуры. Воспроизведение, пауза. Регулировка уровня громкости. Следующий трек. Предыдущий трек. При звонке. Как вы, так и ваш собеседник отчетливо слышите друг друга, но качество передаваемого голоса оставляет желать лучшего. Наушники имеют двухцветный световой индикатор. При включении и работе гарнитуры индикатор мигает синим цветом. При выключении и зарядке наушников загорается красным. Что касается самих наушников, то они очень легкие и выполнены из пластика с зеркальным покрытием, на котором хорошо заметны различные отпечатки. На задней стороне корпуса имеется магнит для скрепления наушников между собой. К сожалению, магниты довольно слабые и при малейшем движении уши легко распадаются. Вот, к примеру, какие магниты у Meizu EP52. Также при скреплении наушников Meizu воспроизводимый трек ставится на паузу и через 5 минут гарнитура автоматически выключается. У героя сегодняшнего обзора такого, к сожалению, нет и все приходится делать вручную. Ну и наконец мы переходим к главному – звучание наушников. И здесь, к сожалению, все обстоит довольно плачевно. Во-первых, гарнитура не стерео, в ней нет разделения на левый и правый каналы. Во-вторых, левый наушник звучит раза в два громче правого. И в-третьих, звучание наушников находится на уровне бюджетной Bluetooth моногарнитуры. Урезанное по частотам звучание с полным отсутствием баса не позволяет прослушивать на данных наушниках музыкальные треки. Максимум, на что способны данные наушники – это голосовые вызовы и прослушивание аудиокниг. Все же остальное звучит довольно плоско и глухо. По громкости звучания к наушникам претензий нет. Я бы даже сказал, она чрезмерна. Так, при включении, соединении и выключении гарнитуры раздается голосовое оповещение с очень высокой громкостью. И уровень этой громкости, к сожалению, никак нельзя убавить. Ну что же, подводя итоги, я бы хотел сказать, что данные наушники по факту являются скорее Bluetooth моногарнитурой. И удовольствие от прослушивания музыкальных композиций в таких наушников вы совершенно не получите. Максимум, на что они способны – это прослушивание аудиокниг. От себя я бы хотел порекомендовать использовать хоть и бюджетные, но проводные наушники. Такие, например, как Xiaomi Piston Fresh. Данные наушники обладают прекрасным звучанием за свои деньги. Если же вы все-таки хотите получить качественно звучащие беспроводные наушники, то здесь вам стоит смотреть в сторону наушников, бюджет которых находится от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. За такую стоимость вы действительно получите качественный беспроводной звук. Ну что же, это был обзор Bluetooth наушников XT11 из Китая. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok